Здравствуйте, уважаемые зрители Академии Левитов Чез. Сегодня я начинаю курс лекции с общим названием Дебют Деблица, где мы будем рассматривать возможности как играть белыми с первым ходом Е2, Е4. Сегодня мы начнем рассмотрение с открытых дебютов, то есть с первых ходов Е2, Е4, Е7, Е5. Для начала некоторые вступительные слова. Большое спасибо вам за комментарии к моему вступлению к этому курсу. Много интересных мыслей, много информации. Все это я обдумал, но тут видимо моя вина, что я не слишком четко донес основной посыл, так скажем, этого курса. История какая, что на самом деле, если у вас уже есть свой отработанный репертуар, то скорее всего ничего сильно нового вы не узнаете, потому что в отличие от других моих дебютных материалов, тут немножко о другом речь пойдет, что если обычные лекции это, как бы скажем, такой серьезный рабочий инструмент, с которым нужно серьезно разбираться, где действительно большой объемный материал, то эта серия, я бы сказал, что она скорее выступает в роли спасательного круга. Потому что, опять же, ни раз и ни два я слышал от шахматистов разного уровня, ну так скажем, назовем любительского, я не вкладываю еще раз в эти слова ничего пренебрежительного, ничего оскорбительного, что они не справляются с дебютной нагрузкой, что, в общем-то, если удается выйти из дебюта, то дальше в большинстве случаев против соперников более, так скажем, наигранных, более искушенных в теоретическом плане, дальше борьба идет с равными шансами. Но проблема заключается именно в том, чтобы выйти из дебюта, потому что у большинства людей, которые вот ко мне с этой проблемой обращались, либо дебютные знания давностью в десятилетия, ну можно считать, что их толком и нет, либо их вообще никогда не было, и поэтому возникает вот такая большая проблема. И опять же, второй момент, что у многих шахматистов, которые с удовольствием играют Блиц онлайн, нету времени, желания, интереса как-то серьезно, сильно возиться с дебютом. И тут, опять же, тут речь не идет о категориях тупой-острый или ленивый-трудолюбивый, ну просто вот такая жизненная ситуация. У человека есть ему чем заняться, в шахматы он играет с удовольствием, но при этом тратить время на изучение, на зубрежку вариантов, ну настроения, желания нет. Это все можно понять. И, собственно говоря, этой проблематике и посвящены будут эти лекции. Еще раз, каких-то глубоких новинок, откровений ждать не надо, тут речь идет о том, чтобы именно выйти из дебюта с какой-то игровой позиции, чтобы не случилась катастрофа в дебюте. Что на самом деле против соперника, обладающего серьезными теоретическими знаниями, не так-то просто даже белыми. Ну, опять же, катастрофы можно избежать, но получить позицию, так скажем, прилично похуже после 10 ходов белыми тоже не достижение. Мы попытаемся этого избегать. Дальше, по поводу позиции после ходов Е4 и Е5, о чем сегодня речь и пойдет. Ну, как я и ожидал, в заявках в основном идет речь о том, что давайте, давайте, гамбиты, гамбиты, гамбиты это интересно, я спорить не буду. Гамбиты это действительно интересно, и если у кого-то есть наигранный гамбитный репертуар, который ему приносит и интересную игру, и какие-то хорошие результаты, то могу только пожелать дальнейших успехов. Но, опять же, опять же, если мы возвращаемся к общему случаю, который я описал, если багажа теоретического нет, понимаете, гамбиты играть вот так вот просто Е4, Е5, Е4 и ура, вперед, это не получается, все равно нужен достаточно серьезный теоретический багаж, и эти варианты, так скажем, они должны быть, учитывая, что мы говорим о блице, они должны быть постоянно в оперативной памяти, и как-то получается, что так это не работает. Поэтому, извините, о гамбитах в следующий раз, в другом случае, гамбит я рекомендовать здесь не буду, никакой, хотя, конечно, после Е4 и Е5 у белых целый букет гамбитов, но, опять же, кроме всего прочего, современное состояние теории такое, что на сегодняшний день при правильной игре черных в большинстве гамбитов именно белые должны бороться за равенство, а мы, еще раз подчеркиваю, сегодня говорим именно о том, как нам играть с противником более подготовленным. Понятно, что с противником, который о дебюте знает еще меньше, чем вы, лучший способ, самый перспективный способ добиться быстрой, красивой победы – это именно играть гамбиты, но смотри выше, как говорится. Что еще мы не будем рассматривать? Испанская партия. Испанская партия – это королева открытых дебютов, это действительно, если говорим на серьезе, самый мощный, наиболее серьезно претендующий на преимущество дебют после Е4 и Е5, но, опять же, выбор черных просто огромен, вариантов очень много, подготовиться именно схематично, так, чтобы быть готовым ко всем вариантам. Не просто хватает моментов с такой серьезной, форсированной игрой – это нагрузка не та, которая вместится в одну лекцию. Много заявок на итальянскую партию, на ее современный, так скажем, способ разыгрывания, то, что называлось Джоко Пиано, когда белые ставят коня на Ф3, слона на С4, пешку на Д3 и готовятся к такой неторопливой игре. Ну, скажу честно, будь у нас с вами вот так вот откатить время лет на 10-15 назад, наверное, идея была бы неплохая. Проблема в том, что с тех пор много воды утекло, и итальянская партия, она постоянно применяется сейчас на высоком уровне, буквально каждые месяцы какие-то новые идеи появляются, и там тоже столько нюансов с порядками ходов, такие разные расстановки за черных, что, опять же, схематически все это ухватить у нас вряд ли получится. Объем, опять же, слишком большой. К тому же, помимо итальянской, мы еще должны, будем иметь в виду и защиту двух коней, слишком много. Шотландская, то же самое, очень острые позиции, отсутствие знаний, невозможность вспомнить какой-то принципиальный вариант, может привести к дебютной катастрофе достаточно быстро, и опять же, у черных достаточно много разных возможностей, которые, так скажем, все надо учитывать. И поэтому, что осталось, что не сдаемся же мы сразу. Ну, а осталось только одно, и сейчас мы с вами об этом поговорим. Самый спокойный, четкий и надежный способ выйти из дебюта с достойной миттельшпильной позиции, не столкнуться с какими-то неожиданностями, не тратить время, это, на мой взгляд, дебют четырех коней. Вот так вот, ни много ни мало. Коньца три, самый часто встречающийся вот коньев шесть. Да, уважаемые зрители, в ваши хит-парады этот дебют практически не попал, но оно, опять же, тем и лучше по той причине, что дебют менее заигран, и ваши противники, опять же, могут начать думать на ранней стадии, что уже неплохо, учитывая, что речь идет в первую очередь о Блице. Слом Б5, и вот здесь уже у черных широкий выбор, безусловно. Вкратце нужно упомянуть все главные ходы, которые здесь встречаются, но чаще всего, опять же, на всех уровнях, и на любительском, и на гроссмейстерском чаще всего встречается симметричный ответ. Слом Б4, здесь, естественно, теория вся только начинается, рокировка. Черные тоже рокируются, и здесь мы делаем не основной теоретический ход, Д2, Д3, он сам по себе неплох, но здесь просто трудности с общей схемой. У черных появляется выбор, и после главного, считающегося на сегодняшний день к самым четким ответа немедленный размен на С3, БЦ, Д6. Тут много разных планов, много разных возможностей, не хочется с этим сталкиваться. Поэтому возвращаемся к этой позиции, и тут я хотел бы, опять же, некоторое отступление и несколько общих слов, потому что мне в стародавние времена, на стыке тысячелетий, довелось немало общаться со светлой памяти Генрихом Михайловичем Чапукайтисом. Новому поколению зрителей эта фамилия может ничего и не сказать, но, тем не менее, если мы говорим о Блице, то это реально легенда. Мастер старшего поколения в практической игре, так скажем, с длинным контролем Генрих Михайлович, ну, он не был даже сильным мастером, скажем так, результатов практических не показывал, но, что касается Блица, то это была опасность и для хорошего уровня гроссмейстера в том числе, Блиц это было его. Вот так вот молниеносно реагировать на изменения ситуации, придумывать тактику, казалось бы, ниоткуда, сохранять оптимизм в любой момент, это он имел совершенно блестящее легенда Блица. И что он мне говорил? Не про эту позицию, а вообще о Блице. Он говорит, что там у них, говорит, может быть, в Ленаресе, Вейканзея, там может быть слон и сильнее коня. А если в Блиц и пониже уровнем, к тому же, то конь изначально не хуже, а чем меньше остается на часах времени, тем преимущество коня над слоном начинает расти, потому что конь он всюду скачет, конь на все нападает, а слон, хоть фигура сильная, но двигается только по диагонали одного цвета, поэтому достаточно предсказуем. Тут, конечно, есть доля парадокса, но в то же время есть в этом и что-то рациональное. Это, опять же, я прошу только не воспринимать совсем буквально, потому что если вы вот этого наслушаетесь, как руководство к действию, и начнете подряд по поводу и без отдавать слонов за коней, это к добру не приведет. Но, тем не менее, так скажем, вот как информацию к размышлению стоит принять. Поэтому здесь, на мой взгляд, самый перспективный, он неплох, кстати, и в нормальные шахматы, но в блице перспективнее всего отдать слона за коня сразу же. Слон бьется 6, взятие пешкой D, взятие пешкой B мы еще рассмотрим, и здесь просто D2-D3. Вот такая вот позиция. Черная пешка на Е5 теперь под ударом. Ее надо защищать. Такой ход не бросается в глаза, но чаще всего встречался конь D7. И здесь мы играем конь Е2. Дальше переводим коня на Ж3. И теперь у нас обилие планов на самом деле. Ну, главный план – это развивать активность на королевском фланге. Можно считать, из дебюта мы уже вышли. Так или иначе, в какой-то редакции основной план проведения F4, что может быть достигнуто разными способами, либо H3 конь H2 и F2 и F4, либо король H1 отступить конем на G1 и тоже провести F4, либо слон Е3 конь F3 D2 и тоже провести F4. Все это в зависимости от того, естественно, что черные делают. Не надо забывать и о плане активности в центре провести C3 и D4. То есть здесь выбор большой. Опять же, практика покажет. Из дебюта мы уже вышли. Позиция наша, ну, может быть, и не лучше, но приятнее и яснее игра. Если не играть конь D7, начать, допустим, с ладья E8, чтобы на конь Е2 поприветствовать нас, конь H5, то тут важный момент. Тут у белых уже позиция поприятнее, потому что после конь G3, конь бьет G3, важный момент, что мы вот так вот бьем пешкой F. Нам здесь важна возможность развивать активность по полуоткрытой линии F, надвигать пешки королевского планга. И здесь позиция достаточно закрытая. Преимущество двух слонов никакого значения не имеет. Если черные хотят всему этому воспрепятствовать, сыграть слон G4, то тут тоже важный момент. Надо иметь в виду. После H3 слон H5, если мы сразу как-то резко пойдем вперед G4, то это просто ошибка. И за конь бьет G4, HG слон бьет G4, и у черных очень хорошая атака, хотя-то F7 F5, конь на F3 попал в беду, как мы видим. Но у нас есть сильный ресурс, типичный для этих позиций, который стоит запомнить. А именно вот такой вот неброский ход король H2. И теперь мы уже планируем сыграть G2, G4, потому что там жертва уже будет не так опасна. Мы успеем ладью подключить в оборону через G1 на G3. И дальше зажимаем черных на королевском фланге. Их слон окажется пассивной фигурой уже очень быстро. Вот что касалось слон G4. Какие еще моменты? Да, если здесь бьют пешкой B на C6, то другая немножко трансформация преимущества. Конь бьет E5, ладья E8, конь D3, чтобы пешку отыграть, слона приходится отдать. И вот эта структурка, она при всей своей симметрии, все-таки у черных пешечных слабостей побольше. Вот это вот их преобладание в центре, оно на самом деле ни к чему хорошему не приводит, что после D5, F3, конь D6, ладья E8, ферзь E8, слон F4, белые готовы укрепиться на черных полях. Или если черные дополнительных слабостей не создают, то после D6, F3, конь F6, слон G5, у белых тоже поприятнее. Далее, что можно еще сказать? Если черные попытаются избавиться от слона сразу же, то здесь мы уже, в свою очередь, слона отдавать не будем. Если черные бьют на C3 на пятом ходу, то после Bc рокировка, ладья E1, мы готовы провести D2, D4 в один прием. И здесь черные попадают под пресс, им нужно защищаться как-то точно с самого начала. Ход D6 здесь вообще малоудачный, потому что после конь D5 черные сталкиваются с серьезными трудностями. На отступление слона очень неприятен такой ресурс. D4, E, D, B4, слон B6, слон G5. Черные столкнулись уже с реальными проблемами. Вот, пожалуй, то, что я хотел рассказать по поводу хода слон B4, самого частого. Есть и другие возможности. Например, есть ход конь D4. Он, наверное, самый надежный, по-хорошему. Но встречается редко, особенно если вы играете с противником, у которого выше рейтинг, по той причине, что ход конь D4, он как бы, ну, является почти что предложением ничьей. То есть, если черные так играют, то они должны быть готовы к тому, что белые пойдут конь D4, E, D, E5, D, C, E, F. Вот тут важный момент. Не то, что я это рекомендую так играть, но если, опять же, не хотите связываться с какими-то длинными вариантами, и вас устраивает такая пресная игра, то есть, из дебюта вы уже в любом случае вышли, то здесь есть одна маленькая ловушка, потому что даже в классику, даже у шахматистов с рейтингом 2.400 иногда встречались приступы жадности. И они пытались здесь остаться с лишней пешкой, били на D2, CD, сломбит D2, ферзбит F6. После короткой рокировки здесь, ну, позиция у черных, она, скорее всего, так скажем, не хуже, не о компенсации речь идет, а она ближе к тому, что просто безнадежная, потому что закончить развитие как-то не получается. После слон Е7, слон С3, готовы выйти ладей на Е1, и получается, что после ферзи G5, ладей Е1 все равно очень страшно. Теперь слон неуязвим, здесь матовая атака развивается очень быстро, ну, а если попытаться в ужасе убежать, то после ладей Е5, опять же, все провисло, и матовая атака, она уже очень-очень рядом. Вот поэтому такая жадность наказуема. Естественно, в большинстве случаев бьют ферзь, бьют F6, ну, здесь после DC, то, что я говорил, равная пресная позиция, из дебюта мы вышли, но, наверное, не тот случай, не так мы хотим выходить из дебюта белым цветом, то есть как ловушечный вариант я обратил внимание на размен коней на D4, но самое интересное, на мой взгляд, это вот такой относительно свежий ход. Рокировка. Возвращаемся к тому, что мы говорили про слона и коня. Самый частый ответ здесь, конь бьет B5, конь бьет B5, C6, конь C3, D6, и здесь тот самый случай, когда мы успели создать напряжение в центре первыми, и после следующих таких ходов, А4, важно не забыть воспрепятствовать активности ходом B7, B5, рокировка, H3, тут вот такой важный момент, H6, отдаем у второго слона тоже, слом бьет F6, и D4, D5. Позиция закрытого типа, черным слонов своих не пристроить, а у белых достаточно понятный план игры здесь. Этот понятный план игры заключается вот в такой примерной остановке. Ферзя на D3, пешку при возможности на А5, ладью на D1, и коня с F3, потом перетащить вот по такому маршруту. Проблема в том, что черным здесь практически нигде не получается разрядить напряжение в центре в свою пользу. CD конь бьет D5 страшно, C6, C5 закрывать центр, тоже позиция приобретает закрытый характер, белые могут готовить пешечное наступление на ферзевом фланге, у черных с планом есть определенные трудности. Вот такая позиция возникает, на мой взгляд, достаточно перспективная с точки зрения белого цвета. Здесь, видимо, сильнейшая все-таки возможность, это здесь сыграть C7, C6. Здесь я рекомендую вот такой вот причудливый ответ на D3. Ну, уже провисла пешка на Е5. Если ее защищать самым естественным образом, D6, то после размены на D4, конь Е2, белые готовы провести C23, получить преимущество в центре, и перспективы также и атаки на королевском фланге. Вот поэтому, наверное, черным здесь имеет смысл на слон D3 уже разменяться на F3 в этот момент. Ферзь бьет F3, D6, и слона поставим на грамотную позицию, на C4, хоть и с потерей темпа. Ну, позиция сложная, позиция в районе равенства. У белых есть возможность где-то тут, опять же, в удобной редакции готовить F2 и F4. Обещать какого-то супер преимущества здесь не буду, здесь его, скорее всего, нет, но игра достаточно понятная и ясно, от чего белым здесь отталкиваться. Что еще важно отметить, что если здесь черные по стандарту, дело в том, что главные теоретические ходы все-таки здесь это отступление слоном на A4 или C4, в обоих случаях черные играют слон C5, если черные захотят сыграть слон C5 здесь, то в этом случае никакой такой ясной компенсации и за пешку они не получают. Просто конь бьет Е5, рокировка, дальше такой ход важный, чтобы ничего никто не отыграл. D6, конь F3, слон G4, слон Е2. Пешка лишняя, компенсация, ну, какая-то присутствует, но тем не менее это именно какая-то, черным еще предстоит ее доказать. Итак, вот мы рассмотрели и ход конь D4, осталось еще буквально по мелочам. Есть ход слон C5, здесь я рекомендую рокироваться на рокировку. Тут большая теория начинается, связанная с ходом конь бьет Е5, конь бьет Е5, D4, слон D6, F4, дальше много теории, много всякой хитрой игры. Где-то там в конце есть минимальный перевес у белых, но он, во-первых, минимальный, во-вторых, тут заблудиться очень легко. Поэтому здесь я советую, ну, собственно, то же самое сделать, что мы делали при слоне на B4. Большой разницы нет. Слон C6, D3, слон на самом деле на C5 стоит не сильно лучше, чем на B4, потому что, здесь же на ладея Е8, слон Е3, здесь размен пары слонов, он только нам на руку, после слон бьет Е3, ФЕ, возможности выйти ферзем через Е1, на Ж3 или на А4, опять же, использовать полуоткрытую линию F, пытаться создать атаку на черного короля. Вот, поэтому ход слон C5, да, если слон C5, рокировка, черные испугались, что на Е5 побьют и сыграют здесь D6, то здесь просто после D4, ЕD, конь бьет D4, слон D7, важный такой ход кони в 5, и что размен на F5, ничего хорошего не обещает, что рокировка слон G5, здесь эта связка достаточно неприятная, черные оказались под прессом прямо сразу же после дебюта. И еще один ход, который имеет самостоятельное значение, это тоже такой ход встречается, что называется на борьбу, избежать симметрии, слон D6, вот здесь единственный момент, когда я хотел бы немножко уклониться, потому что слон на D6 как раз стоит лучше, чем на B4 или на C5, но в плане игры с короткой рокировкой слон на C6, но имеет свои определенные недостатки. Дело в том, что здесь хорошо, если мы не торопимся с рокировкой D2, D3, и если черные сами рокируются, то мы играем слон G5, связка опять же достаточно неприятна, конь C3, D5 нависает, и не очень ясно, что делать, а C6, G5 это совсем под себя, здесь есть определенные неприятности у черных, если на D3 же черные, будучи предупреждены, играют H6, то мы делаем еще один странный ход, спасаем от размена нашего слона белопольного, теперь мы его спасаем от размена, потому что у нас пока появились другие идеи, А3, и когда мы дождались рокировки, вот тут внезапно мы его сразу же меняем, слон Bc6, идея в том, что H6 это реальное ослабление королевского фланга, после Dc, ладья G1, наконец-то, наконец-то мы играем в атакующие шахматы, готовы следующим же ходом, пойти G2, G4, потому что на слон Bg4, черных ожидает вот такая неприятность, и здесь идея провести G2, G4, она оказывается очень неприятной. Вот, если черные пытаются разменять нашего белопольного слона сразу же, А7, А6, важный момент, вот здесь мы, казалось бы, почему здесь-то на C6 не побить, тем более, когда нас просят на C6 меняться, все-таки вот прошу обратить внимание на этот нюанс, все-таки нужно, когда черные ушли уже в короткую рокировку, потому что здесь, если побить слон C6, Dc и рокироваться, то после слон G4, неожиданно картина изменилась, черные собираются сами рокироваться в длинную сторону, и пешечный накат на королевском фланге, вот в этом случае разносторонние рокировки нам не совсем выгодны, поэтому мы на А6 в данном случае, кто предупрежден, тот вооружен, мы спокойно отступаем слону А4, B5, слону B3, ну, на рокировку по-прежнему неприятно слон G5, а если нашего слона хотят забрать в этой редакции, то мы используем такое не совсем культурное расположение черных легких фигур, и прорываемся в центре, у белых здесь позиция приятнее. Ну, пожалуй, вот и все, еще пара мелочей, ход А7, А6, кстати, не такой плохой, потому что, опять же, после слона C6, Dc, если мы будем играть медленно, то черные поставят слона на D6, другого на G4 будут готовить длинную рокировку, но здесь имеет смысл идти на такой форсированный вариант, Ке5, Ке4, Ке4, Ферзь D4, рокировка, это единственный способ отыграть пешку, иначе просто с лишней пешкой белые останутся. Рокировка, выбор несложный, потому что после Ферзь Е4 ладей Е1 черные проигрывают сразу же. Ну, после Ферзь Е5, D4, Ферзь Д5, ладей Е1 тоже есть определенные проблемы у них. Слон Е7, например, после слона G5 сразу же приводит к совсем неприятным последствиям. А после слона Е6, ну, у белых есть хотя бы вот такая игра с небольшим, но приятным перевесом, потому что здесь лишняя пешка черных обесценена, а у нас лишняя пешка нормальная, и мы готовы дальше менять побольше фигур, чтобы, как это говорили в школе, выиграть пешечный эндшпиль. Итак, с дебютом четырех коней мы целиком и полностью разобрались. Осталась еще пара нюансов, которые сейчас я постараюсь уточнить. Во-первых, есть еще определенные уклонения от главной линии, от хода коня в 6 на третьем ходу. Здесь по-разному играли, много как играли. Ход слон С5 стоит обратить внимание. Здесь все было бы неплохо, но есть такая вот неприятная стандартная возможность. Это комбит Е5. И теперь вот важно часто бояться, что как же, как же, короля лишат рокировки, что же он бедный будет в центре делать. Проблема в том, что после слон бед Ф2, король бед Ф2, конь бед Е5, Д4, вот здесь у белых подвижный центр и два слона, и кони скакать, скорее всего, в этой партии особенно и не начнут, потому что, ну, только попадают под темпы. Подвижный центр это могучая сила. Слон Е2, Д6, ладеев 1, и кто это нас лишил рокировки? Мы сами уже готовы короля убрать на Ж1. Искусственная рокировка, она в ряде случаев ничем не хуже естественной. Подвижный центр два слона просто мечта. Вот. Конем можно уйти на С6 с тем, чтобы ферзер в 6 шах подвисала пешка Д4, но мы спокойно потратим темп на слон Е3. После Д6 слон Е2 опять же позиция черных не внушает доверия. Сильнее, наверное, все-таки побить здесь на Е5 конем, но здесь после Д4 мы спокойно отыгрываем фигуру обратно и имеем не слишком большой, но такой достаточно ощутимый пространственный перевес слон Д3. Конь Ф6, рокировку сделали, рокировка. Слон Ж5, это связка очень часто в таких позициях неприятная и как-то теперь будем стараться, будем готовиться продвинуть Ф2, Ф4 и дальше развивать атаку на королевском фланге. Вышли из дебюта с преимуществом. Ход слон Б4, это просто под темп, под конь Д5, слон А5, С2, С3 и здесь есть идея и поохотиться за слоном путем Б4, А4. На конь Ж7 мы просто спокойно заканчиваем развитие королевского фланга. Здесь черные потратили темпы на непонятно что. Еще играли Ж6. Ну вот здесь, да, это, кстати, интересный вариант. Д4 сильнейший ход у белых, ЕД. И вот здесь важный такой момент, что на самом деле здесь есть шанс выиграть партию очень быстро и красиво. Такой ход Конь Д5, создавая много разных неприятных угроз. Умнее слон Ж7 ничего не придумать. И после слон Ж5, если черные делают самый естественный в этой позиции ход Конь Ж7, то тут же партия и заканчивается. Поскольку после Конь Бьет Д4 Ну, Конем на Д4 нельзя бить и за слон Бьет Е7 Конь Бьет С6 подвисло а слон Бьет Д4 Вот такая красивая комбинация опять же еще из 19 века вот так вот жертву и ферзя белые ставят мат на 10 ходу. Все это хорошо, красиво, забавно отчасти, но проблема в том, что все, кто в курсе, кто что-то знает, на слон Ж5 есть не самый естественный, но зато однозначно сильнейший ход Конь СЕ7. Ну, после этого, правда, черные лучше не получили, ну, игра, так скажем, уравнивается. Черные готовы провести Д7-Д5, слон на Ж7 стоит неплохо, в длинную рокировку белому ходить как-то надо много тэпма втратить. Черные решили дебютные проблемы, поэтому тут такой выбор, вот Конь Д5 это такая шансовая ловушка, а более сильный объективно ход Конь Д4. Здесь, правда, мы мат на 10 ходу не поставим, но, может быть, поставим немножко позже. После слон Ж7 слон Е3 Конь Ф6 Конь БЦ 6 БЦ Е5 Конь Ж8 Ф4 У черных есть определенные проблемы с развитием, так играли много, но наш план простой, Конь Е7 Ф3 Рокировка Уходим в длинную рокировку и дальше готовы атаковать, ставить мат на королевском фланге. Вот вариант Ж6 редкий, но стоило его показать ради такой ловушки. Помимо этого еще здесь пытались играть таким гамбитным способом а-ля латышский гамбит с задержкой на ход играть Ф7 Ф5, но это здесь реально просто плохо. Ну, сам латышский гамбит немногим лучше, но после Д2 Д4 вот это сильнейший ход его стоит запомнить. У черных нехорошо, что после ЕД Конь Д4 а также важный вариант ФЕ Конь бьет Е5 Конь Ф6 Вот еще бы чуть-чуть и все бы мы справились, но проблема в том, что после С4 очень неприятные угрозы возникают, а на Д5 простое тактическое решение, правда, не мат, но разгром, позиция черных распадается на части, то есть вот такой гамбит здесь может привести черных только к большим неприятностям. Итак, все с этим мы разобрались, остаются дальше следующие мелочи, ну, во-первых, приятно в этом выборе, что проблему русской партии, мы, считайте, мы просто ее закрыли, мы ее обошли, потому что Конь Ф6, то же самое следует Конь Ц3, и здесь чаще всего встречается Конь Ц6, что приводит к тому, что мы видели, разумные попытки уклониться, ну, это либо Д6, Д4, защита Фелидора, но, опять же, в защите Фелидора могу только рекомендовать мою лекцию на эту тему, которая на нашем канале уже есть, тратить время на повторение еще раз я не буду, дальше, что касается здесь попыток каких-то перехватить инициативу, ну, Д5, Е4, Конь Ж5 остались без пешки, без компенсации, Слон Б4 встречалась неоднократно в том числе и на гроссмейстерском уровне и в классику, но здесь позиция у белых очень приятная возникает, Конь Бет Е5 аркировка, Конь Д3, Слон Бет С3, ДЦ, Конь Бет Е4, Слон Е2, опять же, если вы вспомните, что я говорил, что близ Коней сильнее, это, опять же, мы не забыли, но мы видим немножко здесь структурка другая все-таки, центр открыт и возможности, возможности раздобыть мощные диагонали для наших слонов, они здесь присутствуют очень серьезно, играли здесь чаще всего Д6, рокировка, Конь Д7, Конь Ф4, Конь ДФ6, Ладей Е1, Ладей Е8, Слон Ф1, Важно еще, что здесь у Коней нету опорных пунктов, где они могли бы зафиксироваться, то есть вот этот Конь на Е4, он красивый, но мы в определенный момент, не сразу, а подготовив это, естественно, сыграв Слон Е3, сыграв С3, С4, мы готовы его прогнать ходом Ф2, Ф3, и как-то вот с полями у этих Коней будут проблемы, а мы постепенно усиливаем нашу позицию в центре, готовимся раздобыть диагонали для своих слонов, в первую очередь, для Чернопольного, у которого нет оппонента, позиция у белых просто приятнее. Итак, что еще, что еще остается, видите, как-то быстро очень все получается, если играть совсем простые дебюты, вроде за перевес мы не боремся, но с той и знать надо не так много, что еще хотел бы здесь рассказать, да, еще гамбитные возможности, которые иногда ставят в тупик, латышский гамбит, в общем, дебют, прямо скажем, так себе, при всем уважении к латышской шахматной школе, после комбит Е5 проблемы возникают очень серьезные, так играли, так, в том числе в последние годы в интернет Блиц играл Ф7, Ф5 на втором ходу, такой шахматист, даже как Даниил Дубов, ну, Даниил любит эксперименты, вот, и после того, как он проиграл шахматисту с рейтинга на 500 пунктов ниже, он вроде прекратил этим баловаться, основной ход здесь Ф6, после Ф6 конь С4, важный момент, ФЕ, конь С3, как-то у черных сразу же возникают большие проблемы, то есть, они могут эту пешку защитить косвенно, ходом Ф7, ну, после конь Е3, она снова висит, да, важный момент здесь, да, если ее защитить теперь прямо, конь Ф6, то после слон С4, ФЕ6, Д3, центр скрывается, у белых перевес развитии, черный Ферзь как-то все время попадает под темпы, тут выжить непросто, лучше защитить ее косвенно, то есть, здесь конь Бит Е4 как раз менее ясно, но здесь зато Д3 все равно очень сильно, после ЕД слон Бит Д3, Д5, рокировка, всюду грозят в разных редакциях жертвы на Д5 и черным здесь выйти из дебюта совсем непросто, вот, поэтому если пешку в этот момент защитить прямо, то тоже ФЕ6, знакомый нам прием Д3, мы по-быстрому стараемся избавиться от пешки на Е4, важный момент, что мы ничего не зевнули, после Д3 ЕД, слон Бит Д3, ферзь бьет Ж2, ферзь Ж5 выясняется, что у черных очень большие неприятности, слон Д3, Е4 на горизонте, ну, а Ж6 ничему не помогает, ферзь Е5, шах, слон Е7, слон Е4, пора сдаваться, вот, поэтому на Д3 относительно лучше здесь сыграть слон Б4, но и в этом случае, все-таки ферзь, он все время, все время, все время здесь попадает, попадает под темпы, ферзьевый фланг, фигуры практически не развиты, и белые готовы стартовать решающую атаку уже очень быстро, собственно, с латышским Гамбино пошел и все, ну, пытались реабилитировать вот таким вот хитрым ходом, коньца 6, что после конь БЦ6, ДЦ будет какая-то компенсация, она на самом деле не слишком-то достаточная, но тем не менее, ферзь, H5, шах, G6, конь БЦ6, конь Ф6, тут важно отступить на H3, и как-то слишком много черной отдали, ну, из последних сил отдать еще и качество, все равно здесь как-то с компенсацией проблемы очень серьезные, слон лезет на H6 или на G5, черные все-таки пока что без качества и двух пешек, вот, Дубов как раз играл конь F6, так тоже можно играть, но после слона C4, что значит можно, пешки пока не хватает, как отыграть ее и не понести большие потери не очень понятно, на ФЕ7, D4, D6 рекомендую такой простой метод, слон F7 шах, король D8, слон B3, рокировки лишили, а после ДЕ, ДЕ, фигуру отыграем обратно, что называется, с процентами, вот, поэтому латышский гамбит, это можно считать как праздник, главное не теряться здесь, все-таки из моды он давно вышел, и последнее, что осталось рассмотреть, это так называемый центральный контргамбит, тоже на любительском уровне, особенно в Блиц встречается довольно часто, но вот здесь, конечно, так плохо черные не получают, то есть по сравнению с латышским гамбитом это все-таки шаг вперед, потому что тут всего не хватает пешки за компенсацию, что в принципе в Блиц можно обменять на несколько секунд, но главное секунды здесь не тратить, на Д5 побить, и после Е4, да, важно сыграть ФЕ2 здесь, не теряться, ФЕ7, Конь, Д4, ферзь у черных расположен, тоже неуклюже, компенсации не получается, основной ход Конь, Ф6, и здесь поровну встречались ходы Конь, Ц3 и Д3, ну, мне кажется, что, как играл здесь Василий Михайлович, Иванчук, Д2, Д3, это наиболее четкое решение, теперь черные пытались играть вот такой вот гамбит, слом, Б4, Ц3, рокировка, но мы очень спокойно все забираем, никаких контр-угроз черные создать не успевают, после слом, Д6, важный ход, слом, Ж5, у нас две лишние пешки, что за это хотят предъявить черные, совершенно непонятно, важный момент еще, что мы, мы же готовы еще и в длинную сторону рокироваться, по линии Д сразу же вот это вот противостояние фигур становится неприятным, связка тоже присутствует, то есть двух пешек не хватает, а компенсацию еще предстоит придумать, относительно лучше на Д3, наверное, не давать шах на Б4, а сразу же побить ферзь бьет Д5, но тут мы спокойно занимаемся пешкой Е4, защищать ее не совсем получается, потому что после ДЕ куда они куда ни кинь всюду клин, конь бьет Е4, конь H4 выигрывает фигуру, насломбит Е4, сильнее всего конь G5, тоже добиваясь окей, может быть не такого массивного, но перевеса, ферзь Е5, конь F6, GF, слон F4, вроде всего поровну, но черные отстали в развитии, у черных много слабости, позиция близка к безнадежной, вот, на конь B2, наверное, относительно лучше сыграть конь C6 здесь, но в этот момент важно не побежать за разменами фигур сразу же, не побить конем на Е4, потому что после слона Е6 с последующей длинной рокировкой все может быть еще не так ясно, но если мы на Е4 побьем пешкой с темпом, то ферзю куда-то надо уходить и куда бы он не уходил, всюду есть свои проблемы, ферзь H5 самое естественное, чтобы как-то здесь готовиться, активность на королевском планке и рокировать длинную сторону, но начинаем гоняться за ферзем, слон C5 единственная, конь B3, комбит Е4, пешку черные даже отыграли, слон Е3 и лучшее, что есть у черных, чтобы не потерять материал, это перейти вот в такой вот тяжелый для себя Эншпиль. Все это слишком редкие варианты, все это заучивать наизусть не надо, так вот главное общее понятие, а если на ДЕ отступить на Е6, то тоже знакомая идея, ферзь C4, трудно понять, как воздержаться от размены ферзей без ухудшения позиции, ну а у белых лишняя пешка и при этом они даже не очень отстали в развитии. Вот все, что касалось центрального контргамбита и думаю, что на этом мы вот так вот по минимуму тему с Е4, Е5 будем считать закрыли. Любые ваши комментарии, пожелания приветствуются, будет очень интересно прочитать, а в следующий раз займемся примерно в том же формате сицилианской защитой. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok